Дорога, народ! Обзор на такое сравнительное видео небольшое по револьверу сегодня. Никогда у меня не было револьвера, ну, не будем считать флоберы. В данном случае это травматические револьверы Nagan и новый револьвер V. Обе стальные версии или оба. Немножко посмотрим, сравним. Сегодня стрельбы не будет, просто чтобы не пустовало место на канале. Возможно у вас возникнут какие-то вопросы, идеи именно для теста и полного обзора. С большим удовольствием скажу, что данные травматы предоставлены очень лояльным и хорошим армагом военторг-прапорщик, за что им огромнейший респект. Ну и надеюсь, что не последний раз. Да, и это была реклама. Так вот, значит, что я взял на посмотреть сегодня. Это, многие знают, револьвер системы Nagan. В данном случае производство Украина. Это Украбаронсервис. И он довольно неплохо сделан. Как я успел немножко покрутить. Я, правда, себе где-то ободрал руку об эту мушку, конечно. Вот это именно мне в Nagan не нравится дурацкая вещь. Вот, много можно говорить о Nagan, что он для самообороны так себе, честно говоря. Потому что скрытое отношение с ним тоже никакое. Вот именно, если брать эту мушку длиннющую. И, как видите, это немного такая странная версия сделанная. Потому что ствол у него то ли был короткий, то ли укорочен. Но я не вижу здесь каких-то особо таких уничтожительных последствий переделки. Потому что, скорее всего, это была именно короткая версия именно от ствола. Потому что оригинальный Nagan, он где-то на дюйм еще, где-то на 2,5 см больше. Это можно увидеть, например, по длине шомпола. Потому что обычно ствол вот такой, на всю длину шомпола. Но рукоятка при этом не короткая. То есть, рука ложится сюда полностью. Вот, как видите. Потому что есть вообще с укороченной рукояткой. То есть, какие-то там супер короткие версии. Может, там и ствол, правда, покороче. В общих чертах. Просто хочу сегодня посмотреть, что к чему. Вот, видите, я набросал гильз. Правда, этот холостых патронов. Немножко посоваем. И посмотрим, так, визуальное сравнение его с некоторыми другими травматами. Также посмотрим револьвер новый от ВИИ. Довольно увесистая вещь. Я сейчас веса доставать не буду. Не буду взвешивать. Просто посмотрим, что он из себя представляет. Ладно. Начнем, пожалуй, с... Вот все прилипло. Видно, что сталь. Кстати, и гильзы с биметаллом, что ли, или с элементами какого-то вкрапления. Ну, наган, понятно, что будет весь стальной. Тут как бы и разговаривать не о чем. Давайте посмотрим визуально, что он из себя представляет. Обозначение 9 мм ПА. То есть, он под вот такой патрон без ранда. То есть, стандартного вида пистолетной гильзы. И вот что меня удивило вообще. Пистолет аж 1918 года. Это просто, ну, раритет раритетов. Потому что многие травматы, которые показывали обзорщики, там, ближе к 40-м годам. Вообще, 40-х годов. Там, понятно, по-моему, уже и маркировка даже другая. Там СССР явно какая-то идет. А это еще имперские заводы выпускали его. Ну, вещь просто суперколлекционная. Ну, давайте посмотрим, как он снаряжается. Снаряжается он, естественно, по одному патрону. Это почему, как бы, не особо и хорошо, что нужно по одному патрону совать, по одной стрельной гильзе извлекать. И, само собой, о какой-то скорости перезарядки здесь речь идти не может. Так, подпружиненный эксцентрик. И рычаг, закрывающий камеры магазина. Здесь, кстати, видите, на камеры магазина сказал, вот это я дал, да? Камеры барабана. Вот эти интересные такие засверленные глухие отверстия. Я сниму барабан, сейчас покажу, что это к чему. Сам, честно говоря, не ожидал. Довольно прикольное решение. Потому что у других, которые я видел на обзорах, там такого нет. Итак, гильза стандартная, длины 22 мм. То есть у травматических патронов то же самое. Часто бывает, что вот из... Ну, холостые патроны делаются из одной гильзы. То же самое, что и травматические. Снаряжается вот таким вот образом. И я не понял, почему он падает. Потому что, возможно, здесь всё-таки револьверные гильзы, что ли? А может и нет. А, всё. Сорян, ребята. Я понял. То есть он работает вполне, по идее, нормально. Потому что полностью гильза утапливается. Ну, мне жаль, не будет возможности проверить второй накол. Если бы был капсуль целый. Чисто ради интереса. Вот это. Будет он накалывать или нет. Так. Ну, они вот, если посмотреть, они выпадают. Патроны назад. Честно говоря, не знаю. Брал без коробок. Возможно, здесь тоже какие-то мунклипы стоят. То есть для того, чтобы гильзы за рант зацепить и вставить. Но весь прикол в том, что здесь барабан на 7 патронов. То есть стандартные там мунклипы не совсем подойдут. Комплектации точно я его не знаю. Поэтому не могу сказать. Так, давайте мы посмотрим. Ну, само собой есть. Само собой есть самовзвод. Вот так. Так, здесь была пустая камера. Ага, смотрите. В чем прикол. Когда взводится курок, там выезжает специальная такая деталь. И она придерживает патрон, чтобы он вот так не играл. Видите? Сейчас патрон отошел назад. Но тот, который стоит в камере напротив ствола, он не движется. Его сзади такая площадка поджимает. Я сниму барабан, покажу. Но при этом, вот если патрон так выехал, он может просто мешать потом провороту. Но скорее, та деталь все равно, она прячется. И можно проворачивать. То есть, по идее, револьвер может вот так снизу вверх стрелять. Даже если патроны внутри двигаются, то ничего не произойдет. Так. И проворачиваем. Видели? Патрон немного назад отошел, но его площадка поджала. Вот. Сейчас давайте посмотрим опять. Надеюсь, будет видно наглядно. Видите? Она ее поджимает. Так, давайте их теперь выбрасывать. Ну, понятно, что это гильзы стреляные. И они в данном случае особо... Ну, все выпало. Можно было шомполом и не пользоваться. Посмотрим, наколы были дополнительные или нет. И понятно, оно все в центр лупило. Поэтому не совсем ясно. Но конструкция довольно интересная. Понятное дело, что если гильза внутри раздувается, то, как я показал, шомполный мы достаем. Стандартное, кстати, нестандартное положение. Здесь нужно его так вывести сюда и совместить с каморой. Для того, чтобы можно было его в камору... Да что ж такое? В камору засунуть и, соответственно, вот аж куда выходит шомпол, гильзу выбить. Если что. Блин, он такой весь в масле. Руки скользят, не могу, блин. Прям аж неудобно. Также можно заметить, что когда взводится курок, барабан поджимается к входу в ствол. И как мы можем здесь увидеть, есть специальная проточка, есть фланец такой, который входит внутрь ствола. Я тоже барабан сейчас сниму, покажу. То есть там именно идет совмещение, что ствол имеет воронкообразную форму. И вот этот фланец входит как бы немного внутрь ствола, прижимается. И, по сути дела, шар из патрона проходит часть барабана и потом входит сразу в ствол. И вот эти, кстати, запилы, так называемые, сделаны тоже не просто так. Давайте сейчас сниму и покажу, собственно. Так, проворачиваем шомпол, открываем его в сторону, достаем втулку ось барабана, пустотелую, и достаем барабан. Вот так он разбирается немного. И теперь смотрите, какая штука. Вот эти вот фланцы, которые я говорил, и вот эти пропилы сделаны для чего? Вот на рамке револьвера есть ответная часть. То есть получается, что барабан своим фланцем на каморе входит вот сюда, в ствол, а вот этим маленьким пропилом напротив упирается вот в этот штифт, который здесь поставлен в рамку. как я уже упомянул в начале, что на других травматах, которые сделаны из нагана, вот такой вещи нет. То есть это получается именно конструкция Укра-бранд-сервиса. Они вот так придумали, чтобы более уверенно ствол, камора стояла напротив ствола и никуда не сдвигалась. возможно, там какие-то могли быть скрученные вещи в плане чего, что в плане чего блин, как бы сказать-то правильно. Немного смещался барабан на других револьверах. Здесь это убрали, травматах я имею в виду. Здесь это убрали и барабан стоит точно напротив оси ствола. Также можно увидеть, что каморы так, гильзу загнал. Можно увидеть, что каморы прямые, без всяких зубов, как у нашего северного соседа делали, что не мешает ни в прохождении шумпола, чтобы выбивать нормально гильзы, и также никаких препятствий для шарика в стволе. В самом барабане нет. Также, если посмотреть на ствол, смотрите, он довольно нормального такого сечения, если честно. Не знаю, сюда я, наверное, не засуну. Сюда я не засуну штангель, но попробую немножко вот так посмотреть. 7,7 практически здесь канал, но на входе, по-моему, он меньше. Там, где входит шара в... выходит из барабана, там он поменьше. Этот канал. Здесь, давайте, на выходе посмотрим, на выходе из барабана. Ну, 6,3, грубо говоря. и камеры, если посмотреть, они довольно глубокие. То есть, здесь полностью идет засверлено на длину гильзы, как мы видели, что гильза сюда падает вниз, а выход меньше. То есть, где-то есть вот ступенька, ну, как бы-то вам показать, как бы тут подсветить. Ну, я надеюсь, видно, да, что вон есть ступенечка, гильза туда упирается, и, по сути дела, она там не провалится сильно, и шар будет выходить нормально. В общем, очень неплохая конструкция, именно вот как травмата сделана. Мне нравится. То, что, конечно, этот револьвер весь в таком масле, он грязный. Здесь все нужно почистить, конечно, я так схватил, особо не разбирал. Ну, и то, что я вам обещал показать на снятом варианте, давайте вот сюда посмотрим. Вот площадочка, когда взводится курок, видите, выезжает такая площадка, и она поджимает патрон внутрь барабана. При этом сам барабан, вот именно вот этим выступом на спусковом крючке поджимается, получается вперед. Ну, это оно служит и для прокручивания, барабана, и для поджатия его вперед ближе к стволу. Ну, эта площадка тоже одновременно и держит и патрон в барабане, и поджимает барабан вперед. Вот как-то так это сделано. Ну, это рычаг для проворачивания барабана. Это все знают. Приблизительно конструкция револьверов всех любой практически марки. Видите, здесь всякая фигня лезет. Такое оно, страшненько. Ну, в принципе, вот так это все дело выглядит. Ставим все на место, вставляем ось барабана. Как видите, она свободно выходит, но вот частично она перекрывается вот этой деталью, в которой держится шомпол. Ну, а так вообще все это дело закрывается. Там проворот, сделан пропел и все как бы держится. Самовзвод естественно. видим, что в момент выстрела барабан будет прижиматься к стволу. Ну, или вот таким образом, что легче и стрелять. И я бы не сказал, что здесь тяжелый спуск. Многие говорят, о, тяжелый спуск. Не знаю. Ну, да, немножко тяжеловатый, но мне нравится, если честно. И я бы не сказал, что рукоятка не особо удобна. Вполне нормальная рукоятка. Как по мне. В общем, учитывая некоторые факторы, что восемнадцатый год и вообще он в руку мне лег, наверное, я его себе оставлю. Борис, нужно с этим что-то решать. Ладно, переходим теперь скажем от дедушки к внуку, причем внуку далекому и, можно сказать, очень современному. Буквально недавно на рынке Украины появился стальной револьвер от фирмы ВИ. Полностью стальная конструкция. Ух ты, прилип как отдайся. Ну, курок понятно, но курок правда не так хорошо магнитится. Барабан вообще моща. магнит от жесткого диска прилипает просто страшно. Так, спускаю крючок. В общем, ребята, все остальное. Все остальное, так как кнопка тоже стальная. Кнопка выброса барабана я имел крючок. есть один момент, ребята. Почему я сегодня не стану стрелять, я так сделаю обзорное такое видео, потому что мне как бы уже не 42 годика, но я все-таки лоханулся. Когда я брал этот револьвер и брал кстати патроны для того, чтобы тест провести, то я не взял коробку от него. А если вы не возьмете коробку от него, то у вас случится вот такая вот штука. Смотрите, вы сюда напихаете патронов, вот примерно вот так, но вы не сможете ни один из них выстрелить. Так, а что это такое у нас? выстрелить вы ни один из них не сможете. А почему? Да потому что здесь как видите есть закраина на барабане и патроны тоже как у нагана проваливаются вниз. Но в чем прикол, что здесь ударник то вот где находится и он такой малюсенький. И малюсенький он выходит буквально там на миллиметр. А как мы видим здесь патрон когда находится в барабане он падает ниже и за крайной это миллиметра два высотой. То есть здесь баек элементарно не достает до капсуля патрона. Это к чему? Это к тому что в коробке я не взял там комплекты мунклипов которые кстати ставятся несколько патронов они по три штуки по-моему соединяются и укладываются вот сюда в эту выборку барабана и собственно таким образом вот за ранд этот они цепляются и таким образом и позволяют сделать байку накол капсуля соответственно выстрелы и выбивать сами стреляные гильзы удобнее почему? Потому что вот с тем мунклипом я смогу так сделать а здесь я не смогу то есть мы когда нажимаем знаем многих что от револьвера с откидным барабаном в сторону при нажатии на шток оси барабана происходит экстракция стрелянных гильз а здесь я вот смотрите нажимаю и ничего не происходит вот такая печалька видите так что мне не 42 годика но я лоханулся ну в целом что полива 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 по револьверу это я пытался поприкалываться сейчас не придумал ничего смешного поэтому поэтому так сказал пропел на рамке как бы делающая целик мушку круг то есть тоже система самовзводная как уже более поздние версии начали делать видим что курок здесь без ударника как на нагане то есть нету а баёк встроен здесь внутри и он подпружинен и это некоторый такой элемент предохранителя то есть баёк постоянно прячется при ударе например по заднику курка выстрела случайного не произойдет здесь по идее тоже не должно быть да здесь немножко блокируется хотя он и входит сюда в область но видим что курок чуть дальше стоит то есть здесь некоторый предохранитель на нагане тоже есть в данном случае на таких более современных револьверах сделана вот такая конструкция так давайте попробуем немножко посмотреть по диаметру ствола что он из себя представляет здесь ствол ну тоже около 6.3 получается да или чуть больше 6.5 сейчас я просто не совсем вижу давайте посмотрим вот такой канал здоровенный нигде никаких ни переходов ничего поэтому да грубо говоря 6.3 где-то около 6.4 так выход из камер выход из камер у нас вообще 7 7.1 фактически и камеры здесь довольно интересно и я не пойму почему такая странная конструкция смотрите если присмотреться то мы видим осевое смещение в камерах барабана то есть шарик будет не по центру пролазить а немного смещаться к внешней оси барабана видите то есть если так смотреть то к внешней стенке от внутренней чуть дальше ну это особо на резиновый шар влиять не будет все-таки барабан стальной камеры довольно большие никаких ни зубов ничего нет и это как бы вселяет надежду что что будет все нормально симпатично рамка здесь деревянная возможно даже орех не знаю есть пластиковый или нет хват хват вполне удобен вот под большой палец хотя здесь и немножко коротковато но увидим что это все-таки компактный револьвер хотя и с барабаном довольно большим то есть по диаметру барабан практически такой же как на нагане но патронов здесь всего 6 мы видим нужно пробовать вес тоже нормальный ну то есть можно будет приложить если что когда патроны закончились можно приложить вражину которая на вас посягала кстати смотрите момент здесь есть у меня гильза 9х19 где-то на стрельбище нашел до 9х19 с Элорен Бэлл они от холостых и травматических патронов естественно отличается длиной но это гильза 22мм а это соответственно 19 правда интересно получается потому что это 9х19 но диаметры у них разные у 9х19 чуть больше диаметр чем у обычного патрона травматического или холостого 9х42 и соответственно 9х19 9х91 грубо говоря гильза практически 10мм и соответственно этот патрон у нас травматически спокойно залазит этот сюда не впихнешь ну то есть не получится вроде как бы гладкоствольный да можно там что-то подумать но другой патрон сюда не войдет 9х19 соответственно 9х21 тоже не войдет хотя по длине гильзы мог бы немного подвинуться но несовосность ствола немного смущает но все-таки это несовосность как бы камор и ствола она нивелируется по-моему вот здесь все-таки камора должна становиться напротив оси ствола правильно то есть то что сами патроны немного смещены к центру ничего не говорит о том что он не будет нормально стрелять давайте ближе посмотрим поджимается ли здесь так как бы поймать что было там просвечивалось на просвет вот оно мне так видно я не знаю будет ли видно вам вот видите где находится барабан и между стволом и барабаном есть довольно такая приличная воздушная прослойка минимум на полмиллиметра мне просто интересно видите по-моему барабан да он не поджимается совершенно слушайте это говорит о чем это говорит о том что когда мы будем стрелять вот здесь из-под барабана и ствола будет красивый такой фейерверк идти куча дыма куча искр возможно там от несгоревшего пороха то есть здесь барабан к стволу не поджимается это естественно минус потому что львиная доля скажем энергии патрона шара будет тратиться на то чтобы сначала сузиться и пройти часть барабана вот если так смотреть то у нас длина патрона камера сюда то есть часть вот этого расстояния шар проходит потом немного расширяется во входе в ствол и потом опять идет через ствол причем часть газа вылетит между стволом и барабаном на этом потеряется там какая-то мощность и что в итоге на выходе придет непонятно поэтому я и взял как бы два револьвера для того чтобы их сравнить понятно что здесь ствол длиннее здесь короче но вот из-за этих потерь могут быть скажем потери не очень хорошие в в результате отстрела как видим здесь не особо большой такая фаска сделана для входа но есть небольшое закругление такое плавненькое в общем посмотрим как он себя поведет именно при стрельбе но такой револьверчик в принципе симпатичный а как что будет мы посмотрим на полном обзоре поэтому как всегда не устану повторять а если устану все равно буду повторять подписываемся на канал делимся ссылками на видео ссылками на канал также есть телеграм чат телеграм группа все ссылочки будут в описании под видео есть фейсбук страница заходите подписывайтесь рекомендуйте друзьям знакомым родственникам и так далее и тому подобное на этом все всем спасибо всем удачи до новых встреч счастливо пока пока до новых встреч